МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Светланы Воробьёвой. Сегодня в нашем выпуске. Лёд очень неустойчивый. Онежское озеро, масса подводных течений. Опасный лёд. В Зоонежье спасатели ищут мужчину и предупреждают рыбаков. На лёд выходить опасно. Всё раскидали и так всё уехали. И ничего не играли. Ремонт которому не рады. Отчего так привередливый петрозаводчанин разбирался наш дежурный по городу? Добрый вечер. Это Шекспир. Шекспировские страсти в Петрозаводске начались показы в рамках шекспировского мини-фестиваля. Карельские власти объявили войну серым зарплатам. Пожаловаться на работодатели, которые выплачивают зарплату в конвертах, теперь можно по телефонам горячей линии Министерства финансов Карелии. Причём сделать это можно не называя себя, то есть анонимно. Об этом сообщил глава карельского Минфина Игорь Усынин в интервью, которое опубликовано на официальном сайте правительства Карелии. По словам министра, по каждому сообщению о фактах выплаты серой зарплаты будет проводиться проверка. Руководители таких предприятий вызовут на заседание специальной межведомственной комиссии. Есть у Минфина и, цитата, другие рычаги воздействия, отметил Усынин. Телефон горячей линии Министерства финансов 717-001. В Республиканской инфекционной больнице новый главный врач на эту должность назначен Сергей Белов. Руководителя представила коллективы медицинского учреждения министр здравоохранения и социального развития Карелии Валентина Улич. Про Сергея Белова сообщается, что он окончил Петрозаводский госуниверситет по специальности лечебное дело в 1993 году. После прохождения в Республиканской больнице имени Барановой интернатуры по хирургии был переведен на должность врача-рентгенолога, затем работал хирургом. В 2010 году Белов получил диплом управленца. Поменять руководителя Республиканской инфекционной больницы Минздраву пришлось после скандала. Мамочки, у которых в больнице лечились дети, придали огласке неприятные факты антисанитарии в учреждении. Активные родители дошли до министра и потребовали исправить ситуацию. В результате бывший главный врач инфекционной больницы написала заявление об увольнении по собственному желанию. Представляя нового руководителя, Валентина Улич выразила надежду, что Сергей Белов с помощью высокопрофессионального коллектива сделает это учреждение современным и соответствующим тем задачам, которые перед ним стоят. В Медвежегорском районе пропал мужчина. Он ушел на рыбалку и не вернулся. Его машину обнаружили около одного из водоемов. Никаких других зацепок у спасателей пока нет. Поиски продолжаются. Тем временем сотрудники Республиканской службы спасения опасаются самого страшного. Тяжести рыбака мог не выдержать весенний лед. Для информации скажу, что за первый квартал этого года у нас спасенных по воде, на льду, 14 человек. Это люди, которые выезжали на рыбалку в основном. Пять человек на Белом море поднимали ночью. Два человека. Муж и жена в каске с ручей. Сломался снегоход у них. Выезжали тоже ночью и эвакуировали на берег. Вот. Два человека в районе Ивановских островов. Ну и так далее. То есть вот эти люди, которым была оказана своевременная помощь и которые сегодня живы-здоровы. Вот. По погибшим на сегодняшний день у нас ни одного человека нет по воде. Если сравнить с прошлым годом, это на порядок лучше, потому что у нас на этот период времени было 4 человека погибших. Сегодня, если говорить по поводу выхода на лед, сегодня на лед выходить крайне опасно. Крайне опасно. На лед, на любой водоем. Это касается и внутренних озер, и Ладожского озера, и Онежского озера. Лед очень неустойчивый. Вот. Много было провалов под лед. Поэтому я хочу предупредить всех жителей республики о том, что зимняя рыбалка закончилась. Если сейчас выходить на лед, это опасно и для жизни, и для здоровья наших граждан. Лед очень неустойчивый. Вот. Онежское озеро, масса подводных течений. И люди не знают, где какой-то толщины лед. Обмерить все озеро невозможно. Поэтому я еще раз предупреждаю, что выходить опасно. И все люди, которые вот эти черные точечки, они определенно рискуют. А тем временем в Карелии установлено ограничение на весеннюю охоту. Соответствующее постановление подписал глава республики. Ограничения на охотничий промысел устанавливаются в соответствии с Федеральным законом об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, а также Федеральным законом о животном мире. Согласно документу, охота на пернату и дичь на юге Карелии, а это Кандапожский, Лахденпохский, Медвежегорский, Питкеранский, Прионежский, Пряжинский, Подожский, Суаярский и Олуницкий районы республики, а также на территории Сартовальского городского поселения, разрешена с 23 по 24 апреля и с 30 апреля по 8 мая. А с 7 по 17 мая на севере в Беломорском, Каливальском, Кемском, Лохском, Моизерском, Сегежском районах и Костомухшском городском округе. Ремонт, которому не рады жители с 7 дома по улице Балтийской несколько месяцев подряд видят под своими окнами лишь строительный мусор. Это результат деятельности рабочих, которые меняли в доме кровлю. Итог большого ремонта горы мусора. Их масштабы оценил наш дежурный по городу Александр Гнетнев. Чем серьезнее ремонт, тем выше куча оставшегося мусора. В этом правиле Вера Николаевна убеждена. Она инвалид по зрению и живет в этом доме уже полвека. Таких разрушительных ремонтов она не припомнит. Это все было зимой, все это было занесено. Даже не чистили, не чистили даже. Зимой сколько раз падало. Ремонт настиг этот дом еще минувшим летом. Прошел почти год. Вот ремонт они начали в Идюне. Вот этого года, да? И вот видите, все раскидали. И так все уехали. Ничего не убрали. Им отремонтировали кровлю, но никто будто бы и не рад вовсе. Ремонт, по их мнению, не завершен. Зато двор окончательно превращен в руины. Еще крышу не закрыли. Крыша еще у нас не закрыта. Так и от улицы даже видно, вот с той стороны. Их управляющая называется «Выбор». Сказать, что диалога между жильцами и компанией нет, нельзя. Вот, к примеру, управляющая уведомляет о повышении платы. Шлет письмо. Вера Николаевна выбор сделала. Все против. Вот видите, все над этих. Я ее против написала, да? Я что, против. Все-таки подрядчики, наверное, считали, что нужно ждать каких-то указаний. Те, кто это сделал, естественно, будут привлечены к административной ответственности. Вот смотрите, хорошее дело сделано, да? Заменена кровля. Такая работа, как уборка строительного мусора после себя, она, как отчий наш, должна быть приведена в самые кратчайшие сроки. На это дается, ну, максимум неделя. Ну, выполнятые. Тебя подблагодарят. Таким отремонтированным и чистым увидели город сегодня мы. Если вам есть, что рассказать нам, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Государственная служба занятости в сфере регулирования рынка труда. За последние пять лет в Карельскую службу занятости обратилась за содействием свыше 250 тысяч человек. Из них более 100 тысячам служба помогла найти работу. Более 13 тысяч безработных прошли профессиональное обучение и переобучение. Карельская служба занятости – один из лидеров Российской Федерации по внедрению и использованию информационных технологий. И подробнее об этом смотрите после нашего выпуска и рекламы. А мы продолжаем. Талантливые студенты выигрывают гранты, чтобы потом заниматься научно-исследовательской работой. Так, на два года можно получить до 400 тысяч рублей. О том, как в IT-парке Петрозаводского госуниверситета участники молодежного научно-инновационного конкурса, сокращенно «Умники», представляли свои проекты, расскажет Александр Лучагин. Цель программы «Умник» – помочь молодым людям от 18 до 28 лет реализовать себя в научно-технической сфере. Свои исследовательские проекты на конкурс представили студенты из Петрозаводска и других городов Северо-Запада. Так, Анастасия Любезнова приехала в столицу Карелии из Архангельска. Ее проект связан с принципиально новой методикой лечения заболеваний желчного пузыря, благодаря которой можно значительно сократить расходы на лечение больных. Моя работа длится еще с первого курса, поэтому я занимаюсь изучением гистологического строения желчного пузыря, и работ подобных в мире нет. Поэтому я решила, что если я буду первой, это будет неплохо. Победители конкурса представят свои работы членам экспертного совета в Санкт-Петербурге. Каждый из проектов победителей получит финансирование 400 тысяч рублей на два года. И в результате получается картина, когда человек за два года делает работу, которая востребована, и дальше может начать открыть свое собственное предприятие, создать какую-то научно-исследовательскую фирму, и дальше продолжать уже поддержки других фондов или других программ. По словам организаторов, студенты, выиграв финансирование, смогут почувствовать себя востребованными, нужными университету и государству. Однако, к сожалению, в подобных проектах могут участвовать далеко не все молодые ученые. Выдвигаемые на конкурс работы должны обладать обязательной, утилитарной и коммерческой ценностью. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+. О новостях в культурной жизни Петрозаводска расскажем сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов приглашает к сотрудничеству работодателей. Зная ваши потребности сегодня, мы вместе сформируем профессиональные кадры для успешной работы завтра. Ждем вас по адресу Петрозаводск, проспект Невского, 33, телефон 575-383. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры, бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Фонд попечителей приглашает на благотворительный концерт. Впервые в Петрозаводске солисты Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Владимир Целебровский и Ирина Матаева. Знаменитые арии и дуэты в исполнении новых звезд мировой оперы. Страховая медицинская компания «Ресомед». Контроль в сфере бесплатной медицины и защита ваших прав. Наши отделения открыты во всех районах Карелии. Лечение варикоза в костной клинике. Быстрое и эффективное избавление от варикозной сеточки. Костная клиника. Чайкиной 5. 76-53-76. Клубный отель «Прионежский». Стильные интерьеры и удобные номера. Всегда приветливый персонал. Проведение мероприятий любой сложности. Клубный отель «Прионежский». Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов приглашает к сотрудничеству работодателей. Зная ваши потребности сегодня, мы вместе сформируем профессиональные кадры для успешной работы завтра. Ждем вас по адресу Петрозаводск, проспект Невского, 33. Телефон 575-383. Вы смотрите новости. Спасибо, что остались с нами. И мы продолжаем. Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. Эти известные слова Вильяма Шекспира до сих пор не потеряли своей актуальности. Востребованными современными читателями и зрителями остаются и пьесы знаменитого английского драматурга. В Национальном театре состоялось официальное открытие шекспировского мини-фестиваля «Глоб». По словам организаторов, фестиваль они приурочили к 23 апреля. Именно в этот день родился Вильям Шекспир и в этот же день спустя 52 года умер. Петрозаводские зрители увидят трагедию «Король лир» в постановке Андрея Дижонова, романтическую трагедию «Ромео и Джульетта» Ральфа Зибельта и комедию «Ошибок» Арвида Зеланда. Накануне в Национальном театре состоялось торжественное открытие фестиваля. Добрый вечер. Гуднап. Это Шекспир. Зачем тебе? Первым спектаклем в рамках шекспировской недели стала трагедия «Король лир» Андрея Дижонова. Кстати, именно эту постановку Национальный театр выдвинул на соискание престижной премии «Золотая маска». Сегодня в школе искусств пройдет концерт учащихся музыкального отделения этого образовательного учреждения. Дети сами его организовали и пригласили на свои выступления республиканских и городских чиновников, а также депутатов и всех, кому небезразлична судьба уникальной школы. Это концерт в поддержку любимой школы. Таким образом, дети решили привлечь внимание к проблеме сохранения уникального для нашей республики образовательного учреждения. Среди приглашенных также известные люди, от которых зависит дальнейшая судьба школы. Примечательно, что ученики сами утвердили программу концерта, провели репетиции, занимались организацией и постановкой номеров. Школьники надеются, что таким образом гости ближе познакомятся со школой и увидят огромное желание учеников продолжать образование. Мы также планируем отправиться на этот концерт и рассказать о нем в наших выпусках новостей. И последние фильмы о проблемах национальных меньшинств, а также о взаимоотношениях с полицией. Петрозаводский в кинотеатре «Премьер» проходит первая российская киношкола под названием «Права человека». Это новый совместный проект гильдии кинорежиссеров России и Европейского Союза. Подробнее в нашем следующем репортаже. На прошлой неделе школа посетила Владимир, а с 25 по 25 апреля пройдет Петрозаводский. В этом году проект планирует посетить 10 городов России, в которых есть собственные киноклубы и подготовленная аудитория. Петрозаводск уже имел опыт проведения международного кинофестиваля «Сталкер», продюсер которого также Игорь Степанов. В первую очередь киношкола ориентирована на молодежь и ставит перед собой главной целью, ненавязчиво с помощью кинематографа рассказать о правах человека и о проблемах, с которыми может столкнуться каждый. Хочу обратить ваше внимание, в этом-то и выбран киноязык и принцип отбора фильма, что фильмы настолько понятны и доходчиво говорят о правах человека, как они нарушаются, как эти проблемы решаются, что нету необходимости еще конкретно, дополнительно что-то об этом говорить. В программе киношколы будут показаны фильмы европейских стран и российские картины, посвященные двум главным темам – проблеме национальных меньшинств и проблеме взаимоотношения человека и старой структуры с новым названием «Полиция». На второй день придет круглый стол, в котором будут обсуждаться эти вопросы. И вот фильмы, которые мы показывали в рамках круглого стола, заставляют людей говорить о том, что обычно они не говорят в обыкновенной атмосфере. Стартовым событием киношколы станет показ художественного фильма режиссера Алексея Федорченко «Овсянки», после которого можно будет поговорить с исполнителем главной роли Игорем Сергеевым. Евгений Силогуб, Александр Борисов, телеканал Ника+. И пока это все новости о развитии событий. Смотрите в нашем вечернем выпуске. Также все эти материалы доступны в интернете по адресу nikodefismedia.ru. Добро пожаловать. Спасибо, что вы с нами и доброго вам дня. Читайте в свежем номере еженедельника ТВР «Панорама». Пойми, если сможешь, о новых квитанциях за электричество. Мисс и мистер Карелия 2011. Выбираем самых красивых людей республики. Чтобы помнили жители Карелии на Чернобыльской аварии 25 лет спустя. Праздников праздник, история Пасхи и пасхальные рецепты. Все это в свежем номере еженедельника ТВР «Панорама». Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов приглашает к сотрудничеству работодателей. Зная ваши потребности сегодня, мы вместе сформируем профессиональные кадры для успешной работы завтра. Ждем вас по адресу Петрозаводск, проспект Невского, 33, телефон 575-383. Матрасы «Оскона» гибко подстраиваются под ваше тело и заботятся о здоровье вашего сна. Матрас «Оскона». Спите на здоровье. Магазин здорового сна «Баюбай». На Варкауса 35. Кредит легко и без комиссии. Руслав Банк. Минимум документов. Быстрое оформление. Работаем и по субботам. Оставьте заявку по телефону 79-28-53. Холод или зной. Ветер и пыль. Дождь и шум улицы останутся по ту сторону. Если в вашей квартире окна от компании «Век стеклов». Ежедневные авиарейсы по маршруту. Петрозаводск, аэропорт Бесовец, Москва, аэропорт Домодедово и обратно. Время перелета 1 час 20 минут. Цените свое время. Бронируйте билеты на сайте руслайн.аэро. Или приобретайте в бизнес-центре СПА-отеля «Карелия». Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Отель «Калевала» – это возможность забыть обо всех проблемах и душевно провести время с семьей, коллегами или друзьями. Это все необходимое для проведения любого торжества или корпоративного мероприятия. Это изумительная кухня и сказочная атмосфера. Отель «Калевала». Внимание! Только в Калинке! С 15 по 25 апреля оптовые цены на все! Двухкамерный холодильник за носи всего за 8,490. Не пропусти! Привет! Вот мы и переехали в новую квартиру. Здесь у нас гостиная. Это моя комната. Мои игрушки. А здесь кухня. Мама готовит обед. Вот так. Строительно-финансовая компания.